Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радионародная волна на частоте 1590 AM на нашем веб-сайте RadioNVC.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И вот после небольшой борьбы с интернетом, YouTube и прочими соцсетями нам все-таки удалось соединиться с Иваном Денисовым. Так что в эфире вас ждет программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, да и, учитывая особенности сегодняшнего дня, да, я уже в какого-то подпольщика превращаюсь, который тут сквозь глушилки придирается, как в советские времена. Ну, будем надеяться, что это временно, хотя сколько это время продлится, уже другой вопрос. Да, действительно, вопрос нерешенный. И ответ на этот вопрос навряд ли кто-то может нам дать. Так или иначе. Давайте поговорим вот о чем. Администрация Байдена и Южная Америка. Начнем с этого, а там уже дальше посмотрим. Да, совершенно верно. Тема, на самом деле, довольно важная, потому что Южная Америка, она рядом. И да, я привычно, благодарю, сами знаете кого, потому что по-прежнему имена лучше не произносить в наших условиях, но вы все понимаете. И немного, если вы помните, в декабре у нас шла речь о том, что все более и более усиливается китайское влияние в Америке Центральной, к сожалению, и появляются в том числе и левые правители в странах, где их раньше не было. Но сегодня уже непосредственно об Америке Южной. И, в общем, и целом, главное, что пока связывает все внешнеполитические действия сегодняшней администрации, это череда провалов, неудач и ухудшения существующих кризис. К сожалению, на самом деле. Потому что при всей моей неприязни к демократам вообще к нынешним и, к сожалению, к нынешнему джентльмену из Белого дома, но, естественно, хотелось бы, чтобы хоть что-то положительное все-таки делалось и хоть какую-то поддержку, чтобы можно было оказывать. Но, увы, пока вы сами все видите. И про Ближний Восток не будем в нем останавливаться. Там тоже все известно. А вот в Южной Америке Байден получил ее практически, ну, не всю, но с очень сильным преимуществом правых лидеров. И уже наметился общий поворот, как всем казалось, в ту сторону, что в Южной Америке наконец-то что-то будет происходить разумное. И, кстати говоря, правый поворот Южной Америки обозначал бы и сокращение эмиграции, кстати сказать. Потому что при правых лидерах обычная экономика-то выстраивается более-менее. Но вот где-то, наверное, год назад и стали происходить события не слишком радостные. Я связываю их с арестом Жанина Неса в Боливии, о чем мы тоже с вами говорили. И что она пыталась развернуть Боливию в сторону сотрудничества с цивилизованными странами, США и Израилем, от стран коммунистических, вроде Китая и нынешней Российской Федерации. Но вот в результате левые вернулись, ее посадили. И хотя по большому счету то, что сейчас происходит с Жаней Нанеса, это ее медленное убийство в тюрьме, потому что она пыталась покончить с собой, она объявляла голодовки. Но как-то мировое сообщество не особенно реагирует на происходящее. И, разумеется, левые, в общем и целом, увидели все в том же бездействии американской администрации сигнал и начали постепенно прибирать к рукам инициативу. В Чили, где, казалось бы, тоже позиции консервативные достаточно крепкие победил такой Габриэл Борич и уже обещает целый ряд левых реформ, усиление контроля правительства за экономикой, а при наиболее печальном варианте событий даже и национализации. Болсонару, который пока держится, хотя тоже под большим вопросом его переизбрания, там произошла другая проблема, так как вроде бы он пытался провести какую-то, проводить вполне себе правую политику, но в какой-то момент он начал терять контакты со своим правым окружением. И сегодня, например, его, в общем-то, то, что он называет нейтралитетом, а по сути сотрудничество с российским нынешним режимом, это уже становится очевидным. Не ощутив какое-то желание сегодняшней американской администрации сотрудничать, а только постоянное давление, Болсонару открытым текстом сказал, что сильно зависит от России в сырьевом плане, и в общем и целом понятно, что в такой ситуации нейтралитет равен его симпатиям про-путинским, а не про-байденовским. Ну или не про-американским, чтобы уж лишний раз, да, не поминать 46-го. И в этой связи остаются прагвайский Марио Бенитос, президент уругвайский локали по-эквадорский лассо. Но вот внимание администрации Байдена устремилось на, да, прозвучит несколько стран, но лучше, наверное, не скажешь, на север Южной Америки, а именно на такие страны, как Венесуэла и Колумбия, так как они, в общем-то, достаточно рядом, и у них есть давние связи особые, и с Венесуэлой, ну мы все прекрасно знаем, что там происходит, ничего хорошего, социализм имени Чавеса и теперь Мадуро, он никуда не девается, несмотря на какие-то попытки от него избавиться. И в данной ситуации, однако же, выяснилось, что Венесуэла, она все-таки нужна администрации, потому что вместо того, чтобы развивать свою нефтегазовую промышленность, что было бы идеальным моментом, и тем самым обрубив контакты с путинской системой, не пострадать особенно. Ну вот, администрация Байдена начинает опять искать контактов на Ближнем Востоке, где тоже большого успеха не добивается. Это пресловутая иранская сделка, не к ночи, будь помянутая. И вот начинают проявлять все больше и больше интерес к Венесуэле, что туда уже посылать своих дипломатических курьеров, и явно, чтобы рассчитывать на венесуэльскую нефть, что, кстати, уже вызывает серьезное негодование среди адекватных латиноамериканских избирателей, законных эмигрантов внутри Соединенных Штатов. Так как им, естественно, все это не нравится, и общее такое поправение, ну, пока еще не массовое, но наблюдающееся, американцев из Южной Америки, оно, в общем и целом, продолжается. И здесь администрация столкнулась с такой проблемой, а именно, с одной стороны, да, вроде бы надо как-то Венесуэлу приблизить к себе, но при этом продолжая обозначать свою не слишком большую симпатию к Мадуру, а с другой стороны, надо постараться сделать так, чтобы вот эти самые события, которые происходят в Южной Америке, а именно возвращение левых лидеров, что так или иначе будет означать, пусть не сразу, но все больше и больше, влияние Китая в этом регионе, потому что левые лидеры, они, понятно, где будут искать союз, или вот этот вот провал Бразилии, когда недостаточные контакты с вроде бы потенциальным союзником привели к тому, что он не хочет быть этим самым союзником, они вот заставили администрацию Байдена усилить свои контакты с Колумбией. Но усилить контакты достаточно, как и, к сожалению, все, что делает администрация Байдена, шизофреническим образом, потому что сначала было объявлено, помните, мы об этом говорили, что колумбийская террористическая организация ФАРК, она вычеркивается из списков, собственно, террористических организаций. И только усилия республиканских конгрессменов, Марии Салазар и Дэна Крэншоу, они пока хоть как-то это безобразие останавливают, и то, насколько я помню, пока предложенный Салазар и Крэншоу законно, он вроде бы не прошел палату, называется «ноу-фарк», смысл его в том, что никаких контактов и никаких виз и ничего такого людям, связанным с этой боевой организацией, не должно предоставляться. Тем не менее, администрация Байдена сделала такой шаг, но, кажется, уже увидела, что он не очень-то себя оправдывает, и стала искать контактов с сегодняшней администрацией, как я уже сказал, колумбийской. Колумбию возглавляет консервативный президент Иван Дуке, и все идет к президенту, который, кстати говоря, известен, ну, как и его окружение, своими контактами с республиканцами и с американскими консерваторами, так как он достаточно популярная фигура, и в разнообразных мероприятиях консервативных участвовал, и продолжает участвовать с хорошим знанием английского языка. Ну, и, в общем, такой был практически образец даже не популиста в духе Болсонару, а вот проамериканского консервативного политика из испаноговорящей страны. Ну, и вот тут пришлось наступить, что называется, на горло собственным пристрастием, и даже несмотря на то, что, как я уже сказал, Дуке дружит с республиканцами и консерваторами, но вот Байден его пригласил, мило они пообщались, поговорили об Аппо-Венесуэле и так далее, и так далее, так как Дуке весьма-весьма негативно настроен по отношению к Мадуро, и даже Байден сделал Колумбию, такой и дал статус важного союзника вне НАТО, несколько громоздкий, но, тем не менее, это достаточно важно. Потому что это для Колумбии действительно очень большой успех. Вопрос, а что, собственно говоря, Байден вдруг так спохватился и стал искать контактов с консерваторами? Ну, я вам назвал несколько причин, по которым это происходит, но дело в том, что выборы в Колумбии, они начередные совсем скоро, и очень и очень велика вероятность, что Дуке в них уже участвовать не будет, но что пока по опросам лидирует левый Густаво Петри, а это не просто левый человек, а сам террорист в прошлом. Ну, правда, из другой организации, не из Фарка М-19, насколько я помню, она называется, потом она там меняла свои названия, превратилась в партию и так далее. Петри уже участвовал в выборах и проиграл тому самому Дуке, но вот теперь все идет к тому, что он возьмет реванш. А если происходит победа заведомо левого политика, то, в общем и целом, альянс Петри и Мадуро, он может иметь достаточно катастрофические последствия для американских интересов. Я сейчас даже говорю не об администрации Байдена, а об американских интересах вообще, потому что это, понятно, будет обозначать то, что уже какие-то и нефтяные, и прочие дела будут делать очень-очень сложно в нынешних условиях, это становится вдвойне опасно. Более того, то, что испанский журналист, которого сегодня, наверное, еще помянем, Герман Терч, называет наркокоммунизмом, а именно связь левых режимов Южной Америки с наркотрафиком, это все будет процветать и дальше. Ну и понятно, что поток наркотиков, он, конечно же, направится в Америку, тем более, если учесть, что с укреплением границы у администрации Байдена тоже, ну вы сами без меня знаете, не заладилось. И в такой ситуации вот этот вот альянс Венесуэлы и Колумбии левый, это будет действительно весьма-весьма критическая ситуация. Во всех смыслах. И хотя, как я уже сказал, Дуке он в выборах участвовать не будет, но так или иначе, вот поддержка из Вашингтона правых сил Колумбии, она может на самом деле помочь, тем более, что сейчас адекватные представители политики Колумбии, они устремили свои взоры. Там несколько кандидатов, которые будут участвовать в выборах, естественно. Но вот единственным, кто, как представляется, может остановить Петри, это Федерико Гутьеррес. Гутьеррес, он известен прежде всего тем, что как-то вообще особо каких-то политических взглядов он вроде бы не высказывал, но он, когда возглавлял город Медельин, город, сами знаете, в общем-то уже нарицательный стал, он добился того, что там уровень преступности сократился в разы, и действительно Гутьеррес человек весьма-весьма в Колумбии авторитетный. И он предпочел себя связывать с все-таки правыми и правоцентристскими силами. И, скорее всего, в нынешних условиях именно он и будет тем человеком, который, повторяю, там несколько кандидатов, но все идет к тому, что Гутьеррес будет основным конкурентом Петри. И в этой связи, ну, напрямую связываться с ним, пожалуй, пока американской администрации еще не выгодно, а вот оказывать поддержку правым силам и стараться сделать все, чтобы не допустить к власти левых, это делать, конечно же, надо. И хотя кто-то может сказать, что это вмешательство и так далее, и так далее, нет, это не вмешательство. А вот это вполне себе разумное расставление, так это назовем, акцентов. И демонстрация того, кто, собственно говоря, американцам вообще нужен в Южной Америке. И более того, в любой другой ситуации я бы это вообще поддержал. Собственно, я и сейчас это поддерживаю. Потому что контакты, пусть даже нынешней администрации США с правами Колумбии, ну, это не к чему, это хорошо. Но другое дело, что, как я уже сказал, два момента, которые могли бы все еще больше упростить, а именно развитие нефтегазовой промышленности в самих штатах и укрепление границ. Это ни в коей мере бы не отменяло важности помощи, взаимодействия, сотрудничества с правами Южной Америки. И, конечно же, это надо продолжать, чтобы это дальнейшее заваливание влево в Южной Америке прекратилось. А чтобы правые президенты, придя к власти, ощущали все-таки вами, что в Америке вне зависимости от партийной принадлежности президента у них есть союзники, а не те, кто будут их пихать в объятия Китая или Российской Федерации. Это все нужно. Но, учитывая тот прискорбный момент, что пока все, что делает администрация Байдена, все разваливается, ну вот не знаю, что получится и из этого. Плюс, я уже сказал, Колумбия как способ воздействовать на Венесуэлу и хоть какой-то сохранить контроль за частью Южной Америки. Минус – это приход левых, наркокоммунизм Венесуэлы и Колумбии и весьма и весьма прискорбные последствия и на нефтяном рынке, и на уровне преступности. Что будет, мы, в общем-то, узнаем с вами уже в самом ближайшем будущем. Но я не хочу быть пессимистом, и так сейчас кругом столько нехорошего происходит. Но вот нет у меня, к сожалению, уверенности, что администрация Байдена из всей этой ситуации выйдет достойным образом. Поэтому, да, я при всей неприязни к 46-му поощряю и аплодирую попыткам наводить такие мосты. Но, не знаю, too little, too late, как говорится. И надо думать о взаимодействии внутренней и внешней политики в данном случае. Кстати, да, еще очень быстро я дополню. Не совсем по теме, но не удержусь. Если это закончится провалом истории, хотя будем надеяться на лучшее, то, знаете, тут я понимаю, что вы такие вещи уже слышите год, и я тоже их слышу год. Но мне тут попалась любопытная статья, такого достаточно, в общем, серьезного, автора Роджера Кимббала, где он предполагает, консервативного, естественно, что в ближайшем будущем, если продолжатся все эти внешние и внутриполитические катастрофы имени Байдена Харрис, то демократы вернут себе так называемый Уоттергейтский бумеранг. То есть вы помните, что Уоттергейт, смысл был простой, не только избавиться от Никсона, что изначально планировалось, но и зачистить, говоря современным языком, поле, чтобы его выбранный и, в общем-то, имевший поддержку среди консерваторов вице-президент, ни в коей мере его не заменил. Поэтому Спиро-Эгни, увы, там подставился по ряду случаев, и, напомню, сначала убрали его, а уже потом Никсона, получив такого более компромиссного Форда. Так вот, вижу я, что уже обсуждается момент, при котором демократическая верхушка, видя, что все не слава богу, найдет способы как-то сперва устранить, устранить, ну, я бы понимать, что я имею в виду, скомпрометировать, добиться отставки и так далее, и так далее Харрис, а потом уже добраться и до дедушки Джо. Я повторяю, и я допускаю, что это очередной раз попытка выдавать желаемое за действительное, тем более, снова говорю, мы это с вами уже слышим очень и очень давно, но любая параллель с Никсоновской эпохой, я ее не могу не прокомментировать, и кто знает, исключать такой вариант я бы тоже не стал. Другое дело, интересно мне, за что они будут тогда цепляться, все-таки при всей моей неприязни к Камале Харрис, пока за ней каких-то уж совсем прямолинейных, там есть за что, ну, уж таких, как у Эгнина, не было. Но и демократов, сами знаете, их гораздо сложнее скомпрометировать, на них у них всегда будет защита. Но вот посмотрим, кто знает, и вот то, чем я рассказывал, провал, вероятный, в Южной Америке, он может эту ситуацию подстегнуть, конечно. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Вы справедливо сказали, провал по всем направлениям внутренней политики демократов. Похоже, ну, складывается впечатление, вообще исторически, что империя идет к закату. Вот мне только непонятно усилие, скажем, демократов, усилие корпораций ускорить этот процесс. Некоторые люди наивные полагали, что действительно война, объявленная Байденом, нефтегазодобывающей промышленности, это не что иное, как борьба за экологию, за сохранение планеты. Они, похоже, и по сей день это полагают таким образом. Хотя хочется задать вопрос. Скажите, вот, ну, бензин в два раза подорожал благодаря усилиям Байдена и его, кстати, хозяев. Как мы планету сохранили, лучше стало, легче, красивее, надежнее. Климат изменили, сделали ровный, такой всегда постоянно плюс, я не знаю, 70-80 градусов по Фаренгейту. Все нормально. И вопрос, ну, собственно, у меня есть ответ на этот вопрос. У меня есть убеждение по этому поводу. Как вы думаете, вот то, что происходит, то, что они рушат, то, что они объявили войну Америки, я имею в виду демократов, это по глупости, по тупости или это целенаправленно делается, это выполняется чья-то злая воля? Ну, Толеран говорил, что есть вещь гораздо хуже, чем преступление, это ошибка. Мне видится здесь сочетание глупости и идеологической слепоты, желания навязать Америке социал-демократию. В странной надежде, что социал-демократия, она якобы что-то принесет хорошее. Что она приносит, мы все знаем. Америка по сути своей противоречит социал-демократии. И социал-демократия в Америке означает превращение ее в среднеевропейскую державу, которая будет легко эксплуатироваться абсолютно любой нефтяной или еще какой-то промышленной страной, вроде Китая и ему подобных. Поэтому здесь сочетаются сразу несколько интересов и все они, увы, играют против Соединенных Штатов. Кто-то, повторяю, делает это как полезный идиот, как это было и в годы Холодной войны, кто-то делает это сознательно, но пора просто понимать. Левая идеология, как бы она ни называлась, в более мягкой форме, в более жесткой форме, это зло. И Америке от нее ничего хорошего не будет. Вы это сейчас наблюдаете сами. Я боюсь то, что мы сейчас наблюдаем это цветочки, а впереди нас ждут еще ягодки. Не хотелось бы быть столь пессимистичным, но как бы есть какие-то... Ну, тут, знаете, мы с вами все-таки пока еще в разных немного положениях. Да, безусловно. У нас стартовые условия были разные, поэтому мы с вами в разных положениях. Поэтому здесь я как бы понимаю, что я понимаю ход ваших мыслей, но пока у нас еще состояние, нам бы ваши проблемы. Это, безусловно, несмотря на весь крах внутренней и внешней политики этой администрации, все равно Америка на сегодняшний день остается самой привлекательной, самой замечательной страной. Это отрицать бессмысленно. Но курс, который... Курс, которого придерживаются так называемые прогрессивные, они называют себя как угодно, то прогрессивные, то демократы, то либералы, это не имеет смысла. Это игра словами традиционная. За этим нет ровным счетом никакого смысла. Но вот курс, которого они придерживаются, ведет... Вы понимаете, финансовая система на грани краха, вы, наверное, знаете, что сейчас Саудовская Аравия договаривается с Китаем покупать, продавать нефть Китаю за юань. То есть, во многом благополучие этой страны, я имею в виду Америки, зиждилось на том, что она была большой, могучей империей, и поэтому ее валюта стала мировой резервной валютой, что и позволяло жить на широкую ногу, что позволяло одалживать деньги, потому что страны, которые экономят у себя, а потом занимают нам деньги, зарабатывая на этом, они доверяли этой стране. Сегодня-завтра все может измениться, потому что доверие падает к финансовым институтам нашей страны, долги государственные растут, безумцы, оказавшиеся у власти, продолжают печатать деньги больше и больше и больше, а деньги превращаются в бумажки, потому что они не привязаны к золоту. Причем Никсон не первый и не последний, очевидно, который, кто отвязал деньги от золота. Это было и во времена Вудро-Вилсона, это было и во времена ФДР, делали то же самое, когда страна занимала слишком много денег и их стало столько много, что долгов, что золото, которое имела страна, не покрывало эти расходы, поэтому вынуждены были предпринимать такие меры. И потом начинали печатать еще больше и больше и больше. Хочется надеяться и хочется верить, что это безумие остановится, то есть, в принципе, как я уже сказал, история знает подобные случаи. Было в истории США подобное, но как-то выходили из положения. Хочется верить, что остановится, но если появится другая империя, а, похоже, на Востоке появляется другая империя, довольно мощная в экономическом плане, так сказать, в военном плане, с которой нам рано или поздно придется соревноваться, но, к сожалению, люди, которые стоят сегодня у власти, они по уши коррумпированы, и противостоять той империи они не могут не в состоянии, просто не в состоянии. И порой складывается впечатление, что, вот как в канун Советского Союза, когда Союз развалился, вернее, в канун развала, когда Союз разваливался, люди, стоявшие там, кто где, более-менее в верхушке, такие, чувствовали себя временщиками и старались как можно больше украсть, потому что понимали, что грядет крах, вот некое ощущение подспудно, что люди, которые сегодня стоят, элита вашингтонская, причем независимо от партийной принадлежности, ведут себя точно так же, то есть стараются как можно больше нахапать все интересы страны, то, что будет с гражданами этой страны, со средним классом, с теми, кто на пенсии, там на фиксированный доход живут, эти их не интересуют, но, к сожалению, не исключаю и социального взрыва, потому что, мало того, что своих будет достаточно людей, которые будут довольно тяжело переживать ситуацию финансовую, на сегодняшний день они громко заявляют, я имею в виду власти, о том, что зарплата растет, выросла на 5% зарплата, почти на 6%, при этом инфляцию официально объявляют там 7-8%, а вот те люди, которые живут на фиксированный доход, они ведь, так сказать, для них главное это пойти в магазин купить, поесть, а то, что в магазинах на продукты питания цены выросли в полтора-два раза, это не 8%, а еще миллионы людей, которые идут через границу нелегально и, так сказать, не совсем адаптированы, они не в состоянии себя покормить, это еще такая нагрузка на налогоплательщиков, чем все добром все это не кончится, так или иначе. Окей, давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, продолжим, если будут вопросы, пожалуйста, телефон в студии 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу Час Ивана Денисова, телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А пока давайте вот о чем, в Сенате сейчас идет обсуждение кандидатуры в Верховный суд, Браун Джексон там обсуждается, по-моему, она во втором апелляционном суде заседает, давайте, примем звонок, потом вернемся Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Может быть, я немножко вернусь назад, вот только что Сергей Зацепин перед рекламой говорил об американских долгах, о том, что печатаются деньги, абсолютно это верно. А вот я где-то прочитал не так давно, что только наличных долларов, наличных, выпущено столько, что вот если их все предъявить, то можно все, что в Америке есть, все, что есть по нынешним ценам купить уже два или три раза. Вопрос такой, не стоит ли нашей стране, может быть, вот Иван Денис как-то это ответит, просто обнулить все, обнулить все внешние долги, напечатать, немедленно провести реформу, новые доллары, потому что, чтобы никакие там иностранцы ничего не могли скупить. И начать сначала, может это выход будет, потому что, несомненно, эта ситуация приведет к краху. Я не знаю, сколько это займет времени, но если так будет, подожжаться, я думаю, что это будет очень быстро. Вот я хотел бы услышать ответ, если это возможно. Спасибо. Спасибо вам. Экономически, я думаю, вы правы, а политически, я боюсь, это невозможно, потому что, увы, экономика и политика стали слишком завязаны, что плохо, кстати говоря. И представить себе, что политический лидер пойдет на такое решение, что обрубит контакты, со многими корпорациями, со многими странами и так далее, и так далее. В общем, я думаю, не будет такого. Хотя, мне вообще идеи нравятся. Ну, это сразу поставит крест на американском долларе, как на резервной валюте. То есть, если сейчас мы идем медленно, ну, как бы немедленно, уверенно идем к этому, спасибо Байдену, его администрации, мы к этому идем. Но если предпринять подобный шаг, это сразу поставит крест на американском долларе, и мы превратимся сразу уже тогда по всем статьям в банановую республику со свободой слова условной, с нищетой и так далее. А что касается напечатанной валюты, по-моему, 80% валюты, которая гуляет по миру, это валюты, за которые ничего нет. Ведь на самом деле, когда Никсон отменил зависимость доллара от золота, если я не ошибаюсь, была договоренность Саудовской Аравии, что Саудовская Аравия будет продавать нефть за доллары, что, собственно, и подкрепляло доллар, что придало ему статус резервной валюты. То есть, вся нефть, которая покупается в Саудовской Аравии, она продавалась за доллары. Страны были заинтересованы в том, чтобы иметь у себя доллары, потому что им нужна была нефть. А если сегодня саудовцы договариваются с китайцами и согласятся продавать за юаней, это такой хороший шаг на пути дискредитации доллара. Кому нужен будет доллар, если можно покупать за юани, а с Китаем можно торговать за юани. Понимаете, то есть, на самом деле, то, что делают наши политики, это путь к катастрофе. Ну, во всяком случае, не то, что, так сказать, Америка исчезнет с лица земли, нет, не к этой катастрофе, а вот тот образ жизни, тот уровень жизни, к которому мы привыкли, об этом можно будет забыть. Это будет совсем другая страна, с другим уровнем жизни, с другим уровнем потребления, пересядем на велосипеды, я не знаю, всех загонок в города, потому что, ну, трудно себе представить на велосипеде людей, которые живут где-то в пригороде за 30 миль от города, куда ездят на работу и так далее. То есть, это то кардинальное изменение Америки, о котором говорил Баграк Хусейнович Обама. И, кстати, стрянули людьми, господи, людьми, конечно, в городе гораздо проще управлять, заметьте. С этим все и делается, потому что выдавливают людей из пригорода. Вы посмотрите, сумасшедшие совершенно налоги на недвижимость, причем значительная часть этих налогов на недвижимость, она и идет на улучшение жизни. То есть, налоги для чего собираются? Для того, чтобы обеспечить какие-то сервисы людям, которые проживают на той или иной территории. На самом деле, значительная часть идет на повышение, на оплату пенсий бывшим работникам, так сказать, чиновникам, которые работали. В общем, давайте, наверное, все-таки перейдем к обсуждению в Симате. Хоть сколько-нибудь успеем. Прежде всего, да, ведь и так все не слава богу, и теперь еще судья Томас в больницу попал. Правда, говорят, ничего серьезного, но все-таки человек возраста солидного, пожелаем скорейшего выздоровления. Кстати, заметь, кто желает, у кого нервы крепкие, почитайте, что пишут наши левые товарищи. Когда болела судья Гинсберг, я такого безобразия, конечно, не встречал с нашей стороны, а здесь вся мерзость опять наружу полезла. вот что касается судей Браун-Джексона, сейчас много чего будут о ней говорить, если вкратце, так как времени остается не так много, то что мы можем сказать по анализу консервативных юристов и специалистов по Конституции. Судей, сенатор Холли, который вытащил ее сомнительные данные по одобрению и оправданию людей, связанных из детской порнографии и так далее, с одной стороны поступил разумно, с другой стороны он на самом деле ситуацию очень сильно упростил для демократов, потому что сейчас все будут зациклены вот только на этом, наверняка там найдется очень много контекстуальных каких-то совпадений, и скорее всего будет объяснено, что она совсем не это имела в виду и так далее, и так далее, и в этом плане сенатор, я считаю, ошибся. Надо было идти сразу по нескольким направлениям, потому что, хотя судья Браун Джексона говорит, что нет философии вообще никакой, и, наверное, так и надо говорить, чтобы заранее не создавать эту политическую подоплеку всего происходящего, но что мы знаем, да, она действительно отмечена тем, что в ряде случаев старалась использовать для людей попойманных и попавшихся на детской порнографии минимальные наказания по ряду случаев, но гораздо хуже, хотя это плохо, это то, что в своих статьях и, опять же, в своих заключениях она постоянно говорила, что подход карательный к преступникам, то есть ужесточающие наказания, он неправильный, что, учитывая нынешний разгул преступности в ряде крупных городов как раз, явно указывает на то, что у судьи не совсем четкое представление о реальности и о том, чего, собственно, хотели отцы-основатели, которые предлагали достаточно суровые наказания. Другое дело, что при помощи закона, конечно же. Далее она, судья, я имею в виду, известна тем, что защищала людей так или иначе связанных с террористической деятельностью и то, что она категорически выступала против действий в тюрьмах вроде Гуантанамо, что, конечно же, может понравиться либертарианцам, но лично я считаю, что в данном случае она скорее выступала как человек, который ослабляет боеспособность Соединенных Штатов и вряд ли такому человеку место в Верховном Суде. То есть, по вопросам права уголовного и нацбезопасности в моих глазах у нее ноль достижений. В вопросах других есть за что зацепиться глазу, но все-таки этого очень мало и для этого надо, знаете, там продираться сквозь ее заключение вполне себе либеральное. Она, что, в общем-то, считается и стала одной из главных причин, по которой ее продвигают, она человек профсоюзов, так скажем. То есть, практически все ее известные решения, связанные с профсоюзами, она всегда занимает их сторону и делает все в своих заключениях, чтобы полномочия профсоюзов ни в коей мере не сокращались, чтобы они только расширялись и чтобы никакой свободы от этого самого диктата профсоюзов граждане ни в коей мере не получали. Вот здесь у нее тоже однозначный ноль, потому что профсоюзы не должны получать такую власть над людьми, а она сделает все, чтобы они эту власть получали. В вопросах эмиграции в большинстве своем судья Браун Джексона, она, в общем-то, тоже скорее на стороне нелегалов и были у нее заключения в защиту тех, кто подлежал депортации, но справедливости ради были заключения, в которых она считала, что правительство имеет право содержать людей в определенных условиях, ограничивающих свободу, до выяснения отношений, кто, почему, собственно говоря, они вообще в Америке оказались, и что в этом плане правительство не нарушает деятельность законы, связанные с эмиграцией. Ну, здесь давайте условно ей, так, я уж буду по пятибалльной системе, давайте ей тройку нарисуем, все-таки, так как кое-что положительное сделал. В вопросах противостояния граждан и каких-то агентств, то есть того самого административного диктата, она тоже на стороне, как правило, административного диктата, только там и агентств, а никак не на стороне граждан и бизнеса, но может там одно-два заключения, где она, тем не менее, высказалась против действия агентства по защите окружающей среды, например. То есть здесь такая, ну, наверное, тройка с минусом, хотя может даже двойка с плюсом, тут плюсы-минусы, сейчас они не учитываются, но мы давайте с вами это и сделаем. То есть по моему убеждению судья Браун Джексона верховном суде делать, конечно, нечего, потому что я не вижу в ней человека, который бы занимался действительно укреплением конституции, а не ее ослаблением. Дело даже не в том, там, либерал она или консерватор, но вот ее решение, то, что я про них читаю, мне не нравится. и я полагаю, что республиканцы в Сенате должны сопротивляться ее назначению. Конечно, нам будут рассказать, что это расизм, что все это создается специально, чтобы отвлечь внимание от ее расы и пола и так далее, и так далее, и, конечно, к сожалению, среди республиканцев наверняка найдутся те, кто ее поддержит, скажут, что не надо, критическая обстановка, давайте не будем и так далее, и так далее, но кризис кризисом международный я имею в виду, а то, что, да, и в чем-то там может даже администрацию Байдена стоит поддерживать, но то, что в политике внутренней всем абсолютно его инициативам надо препятствовать, по моему, конечно же, убеждению, это безусловно, и назначение вот судей подобных Браун-Джексон должно пресекаться на корню, потому что взять первую попавшуюся либералку черного цвета и ткнуть ее в Верховный суд, ну, так дела не делают, и даже если, я все-таки считаю, к сожалению, что ее утвердят, но до того нужен настоящий бой, чтобы ее все видели, все знали, кто знает, ну, вдруг давление все-таки будет такое, может, она сама откажется, тоже маловероятно, конечно, но сдаваться нельзя, вот что самое главное, и поддаваться там ни на какие письма, которые уже появились, ни на какие призывы, вот тут надо разделять, в вопросе противостояния путинскому режиму поддерживать, да, в вопросах назначения либералов нет, потому что слабая Конституция, слабая Америка, а слабая Америка, ну, какое противостояние, о каком противостоянии мы вообще можем с вами говорить, в общем, я лично против назначения судей, я очень надеюсь, что будет сделано все, чтобы это назначение было сорвано, Ваши слова, боюсь, что не хватит гадств у республиканцев, чтобы противостоять этому. Поэтому никаких иллюзий на этот счет я не питаю. Я тоже, но, по крайней мере, говорю, пусть все это видят, эти бои, а не то, что быстро утвердили и с плеч долой. Пусть хоть какое-то сопротивление будет. Демократы вон за каждого, как врались. Но это стало притчей о языцах, утверждение судей Кевана. Это же просто был жуткий спектакль разыгран с подставными лицами, с ложью вселенской, со всем на свете, с выступлениями, с ралли, с безумными тетками, врывавшимися в зал во время слушания. Это бойцы, это бойцы, это большевики, для которых нет ничего, не существует ничего святого, готовые пойти на любые крайности ради достижения своих целей. Это да. Что касается республиканцев, часть из которых занимается тоже, так сказать, темными делишками, устраивая свои, реализуя свои меркантильные цели, к сожалению. Потому что, если мы вспомним, какие имена всплывали в связи с Украиной, это тебе и Байден, это тебе и Пелоси, это тебе и Ромни, республиканец, который так или иначе. Вообще, что касается Украины, на эту тему как бы не принято говорить, но, к сожалению, наши политики, наши демократы, наши республиканцы, которые пробились вверх в этот клуб вашингтонский под названием Вашингтонское болото, я думаю, что это только те имена, которые на поверхности я назвал. А там, если копнуть, там столько накопаешь людишек разного ранга, которые превратили Украину в ландромат такой, в тотальный. То есть все, чем они там занимались, это отмыванием грязных денег. Они воровали деньги у американских налогоплательщиков и отмывали их через Украину. Это весь, это вот основной вклад, который сделала Америка, я вынужден, к сожалению, это признать, с болью, с грустью, со стыдом, но вот это основной вклад, который сделала Америка в развитии Украины. Не снимая ответственности с украинской верхушки, потому что тут сейчас вот, я не знаю, насколько это фейковое, там через границу везли миллионы долларов денег, а там 28, по-моему, миллионов долларов и полтора миллиона евро. Это все те же деньги. Это то, чем занималась верхушка украинская, вместе с верхушкой американской. И то, что сейчас происходит, это произошло не случайно. И то, что тот, кто стоит у власти сегодня в Америке, заинтересован в том, чтобы там происходило именно это. Эти такие неторопливые решения, которые половинчатые, которые принимаются очень долго, они обсуждают информацию, они взвешивают, это все не случайно. Иван, к сожалению, времени больше не осталось. Спасибо огромное. Спасибо огромное за информацию, которую вы с нами делитесь. Очень хочется верить, что в следующий раз нам удастся выйти на связь и пообщаться. Берегитесь. Я тоже надеюсь. Спасибо всем вам и до встречи.